так собственно перед нами комплект для замены задних тормозных дисков колодок основных колодок ручника на бмв е46 мы психанули мы все взяли от и и давайте теперь посмотрим первое основные колодки от и и вот с таким длинным номером ниже мы его оставим сто процентов но азбеста мексиканские что это неизвестно основные колодки выглядят сочно в общем-то вполне плохо колодки антискриптная накладка мягенькая ну кайфово ну а ты есть это и чем могли бы положить еще смазку для направляя но нет а почему нет потому что она у них продается отдельно маркетинг маркетинг колодки чё континенталь интересная наклейка это континентальный колл хорошо колодки ручника мол тут вообще как бы все просто хорошее качество чудо тут написано стучат целые не отклеенные хорошо прокрашенные ничего кайфовые колодки и теперь самое любопытное самое любопытное у нас есть еще обязательная деталь это свистюль к датчик износа тормозных колодок задний правый мы его взяли фэбе номер 11 936 ну как бы учитывая что у нас на автомобиле уже был скрип задних колодок то датчик уже приехал по любому вот и теперь наверное любопытное вкусно вкусняшечка да тормозные диски на т.е. пауэр диск вот с той самой эротичной бородкой вот так выглядит а т.е. пауэр диск на е 46 на жопу как всегда без комментариев все супер ни хрена не ровная вот тут насечка пальца щас я по вам на хрен порежу могли бы кстати полирнуть поинтереснее ну да ладно фирменное нанесение наверное каким-то любимым лазером внутренняя поверхность под колодку ручника собственно мы попали это она вот ночью внутренняя поверхность все как положено с хоном в общем то да все по кайфу но здесь тоже да нифига не ровно они будут притираться это технологические неровности для лучшего притирания а ты думаешь да конечно хорошо ног будем надеяться что именно так вот но во всем случае на то насколько они будут охрененно тормозить за счет от этих насечек мы сказать не можем поскольку это два литра тут охрененно тормозить не получится вот но тем не менее выглядят они достаточно сочно особенно на некоторых стилях дисков когда вот это насечка открытые диски да когда нам притираются спереди у нас на автомобиле стоят такие же power диск только передние соответственно вот но я думаю что когда мы поставим заднюю еще в купе с тем что автомобиль у нас заводовым обвесе но это будет наверно как минимум охрененно смотреться и разница собственно между обычными этой ешками power диском там порядка рубля по моему то есть это не каждый день менять не не ну насколько лет на 5 мы наверное их точно ставим вот поэтому ну наверное не стоит экономить как минимум конечно торможение эффективность она даст в любом случае потому что вот эти насечки они все равно избавляют от перегрева при длительном торможении но как бы вау эффекта конечно не будет если вся остальная тормозная система где-то что-то не в порядке но вид вид и уверенность будет стопудово но задумки от ешников эти колодки точнее диски они по их задумке должны быть заточены под керамические колодки ну ты знаешь но не прекрасно все работают с обычными не керамическими это не работают отлично с обычными колодками вот с такими они будут отлично работать колодками а то керамические колодки которые стоят на моей передние тоже от и и power диск два года назад установлены с керамическими колодками думаю тут отдельно нужно будет потом снять и показать так вот у меня такое ощущение чтобы лет когда придет время я буду менять не колодки менять диски потому что колодки сухов них еще вот такой же налет вообще как будто я вчера поставил а на дисках уже под миллиметр есть выработка то есть два года прошло но не знаю я не скажу что прям прям вот офигел от торможения что а вот это да она тормозит но нет но длительное торможение может быть поинтереснее но торможение есть но как минимум сам факт в том что я влей влетаю при следующей замене на диске пусть это будет даже через год значит меня она мало радует поэтому нафиг на оставить обычные тормозные колодки и не париться